Деревенский быт, природа, взаимоотношения людей и внутренние переживания человека в центре действия. Также есть и библейские мотивы, и там уже дальше скрытый смысл. Режиссер-постановщик, сценарист, главный герой, оператор и режиссер монтажа будущей картины с названием «Самарский. Одно лицо» – творческий 20-летний самарец Юрий Артемьев. В одиночку он решил снять полнометражный фильм, драму продолжительностью 70 минут. Большая часть материала уже отснята в Арске, небольшом городке в Татарстане. Второй смысл названия – герой сам из Арска. Но живет в Самаре. Быть сам себе режиссером и актером увлекательно, хотя вначале все казалось гораздо проще, делится Юрий. Съемочные дни длились с 5 утра до 9 вечера при любой погоде – в поле и даже на кладбище. Я подбегал, ставил камеру, знал, где будет сидеть герой, садился, так, понял, надо посмотреть, как в кадре смотрюсь. Отбегал обратно к камере, смотрел, так, вообще, смотрюсь хорошо, так, или порезал голову, так, нужно чуть подальше, камеру поднял. Но в поле я проводил по полтора-два часа, чтобы снять вот одну сцену. Молодой режиссер хочет доказать – хорошее кино со смыслом можно снять практически без затрат. Бюджет картины пока всего 7 тысяч рублей, причем 5 ушли на дорогу до Арска и обратно. При желании вообще возможно все, да хоть полететь, возможно, людям, чтобы показать, людям вообще все возможно, все в ваших руках, идите и делайте. «Самарский» – вторая часть большого кинопроекта. Начать его молодые кинорежиссеры решили именно с продолжения. Появиться герой «Самарский» должен в другой картине – бах. Юрий вместе с другом пока только дописывают ее сценарий, а сиквел уже заканчивать снимать. Остались диалоги и «Самарские» сцены. Их предстоит снять весной на железнодорожном вокзале. Показать драму на большом экране планируют в начале лета. После Юрий собирается штурмовать различные фестивали. Таким форматом авторского кино заинтересовались и сетевые кинотеатры. Марина Кравцова, Сергей Баскин, События.